ПЕСНЯ ВЕСТЬ ПЕСНЯ ВЕСТЬ ПЕСНЯ 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 Несколько фотографий покажу из своего сада. Это называется Весть из полей. Как раньше была такая рубрика. Это начинают восстанавливаться мои персики. Вот. Вот это вот привитый персик восстанавливается, а это непривитый персик восстанавливается. Непривитые пострадали капитально. Но первую зиму выдержали, я даже удивился, а вторую подряд все-таки. Они уже были подпорчены. Ну что есть, то есть. Мне человек 10 уже вопросов только за последний месяц задало. Будут ли котики персиков? Ну, был год, когда 1700 косточек рассылал. Все, есть начало, есть конец. Если вы видели, что... Ну, в общем, получается так. Персик говорит, что, о, удивили, правда, черешни. Видите? И в этом году озверели птицы, много косточек черешни не будет. Озверели, полукрасные, еще зеленые начали грызть. Вот, я даже фотографии делал. Начали грызть уже в таком... Вот, почему-то они голодные именно в этом году. Раньше только перезревшие ели. Ладно. Вот так выглядит один из моих абрикосов. Это самый сладкий сын манджурца. Вот. А почему он растет в бок? Рядом мощное дерево. Это уссурийская груша. Тоже мощное дерево. И ей не хватало солнца, та со стороны юга, и она начала отклоняться. Это нормальное явление, кроме того, что не урухлит ли однажды. Потому что урожай сумасшедший. На ней, вот сейчас, если у вас есть возможность поглядеться, на ней висит ветер 10. Это мой самый сладкий манджурец. Есть совершенно несъедобные. А это самый сладкий. А почему я показываю? Вот. Останется самый сладкий. Вот так и будет у меня звучать, допустим. Сын манджурца сладкий. Вот. Но у меня было такое. Помните, тот самый яркий, ярко, такой, аж ярче не бывает. Абрикос один год, но второй год он стал плодой в два раза крупнее. Это сеянец тоже. Плоды стали в два раза крупнее, зато стал желтый. То есть, поэтому, кстати, Юрий Васильевич Брюшкин сказал, кому достанутся его косточки. Только это поколение самое ценное для селекции. Идем дальше. Вот это у меня молодежь. А этот абрикос, ну, тут косточек немного, несколько сотен будет. Оно как-то еще не все дерево тут получилось. Вот. Это самый скороплодный, нет, скороплодный у меня другой. Это будет самый раннеплодный. Теперь смотрите. Это учебная фотография. Значит, здесь довольно крутой склон. Видите, вот он вот так идет. Если приглядеться. Он на западный склон. Западный склон едва ли не важнее южного. То есть, после обеда солнце бьет сюда. И вот что получается. У меня частично урожай погиб. Частично цветы. Из-за заморозков. Каждый год, ну, куда денешься. Вот. В этот раз, наоборот, получилось. У меня те, которые раньше зацвели, раньше отцвели, они под заморозок-то и не попали. И, помните, вопрос был, если завязались плоды, опасны заморозки. Уже не так. И это южный склон. Поэтому, все раз говорю, хорошо, у кого есть два склона. Южный-северный или восточный, он холодный считается. И западный. Почему? Потому что один год бывает так, другой эдак. В этом году, наоборот, получилось. Казалось бы, мы стараемся, чтобы абрикосы попозже плодоносили. А он возьми в этом году, который позже зацвели, и те и попали под заморозок у меня. Вот. И вот и так получилось. Здесь густо, а на соседнем дереве пусто. Вот смотрите. Вот это фаина. Сравните. Они одного года. Вот это вот сын Манджорса. Вот это фаина. Видите? Вот и плоды. Сколько их тут? Десяток, да? Ну, тут не видно. Тут их, может, штук пятьдесят будет на всем дереве. Вот. Видели, да? А этот уже на ровном месте. Ну, то есть, не ровный, но этот ровнее. Потом. Значит, когда ко мне приедет Савенича Ирина Александровна, первым делом мы будем с ней делать белокатальщика. Она, я у нее узнал, а я никогда такие вещи не выпускаю, что она по гороскопу лев. Львы – это очень энергетический знак. Вот. Я по мере биополе, я не сомневаюсь, что она несколько метров. Радиус несколько метров. Или хотя бы диаметр несколько метров. Вот. Дело в том, что в таких случаях рамки в руках будут очень-очень-очень вести себя так, как надо. Научу ее, как отключать сознание для того, чтобы рамки могли работать в автоматическом режиме. И вот, вы видите, на переднем плане здесь росла груша, целый фильм снимал, с рамками ходил. Так. Вот. Здесь я научу владеть рамками. Еще раз говорю, я железо утверждаю. Садовод, профессиональный садовод, профессиональный, то есть сотрудник института, ГСУ, любого учредения, тот, кто учит, в свою очередь, студентов, тот, кто имеет практику, то есть выводит новые сорта. Он должен владеть рамками. Основа основа. Рамки, потому что здесь это, когда Елена Александровна Савельевича, я дешний раз подчеркиваю, чтобы запоминали ее, потому что это, так сказать, моя надежда, скажем так. Может, как та Людмила, только до Людмилы не дотянешься, разве что советы давать, а так ни руку пожать, ни за чаем посидеть. А Елена Александровна, Красноярская, рядом. Так вот, здесь я ей покажу, как рамки реагируют. А потом я отведу пару мест, скажу, экзамен. Вот, ну иди-ка. Такие места. А их здесь достаточно. Здесь предгорье, вся поверхность сквачивается. Я вам скажу, что то, что наука то ли не признает, то ли знать не хочет, как будто биолокация, как будто это астрология или близко к этому, то есть чуть ли не шарлатанство. Или как химики, алхимиков считают шарлатанами, которые все из свинца золота пытались получить. Так вот, здесь, это наука, здесь в предгорях особенно. Эти самые гиблые места, ГПЗ, ГПЗ, есть везде и всюду, друзья. А в предгорях, где сквачивается, особенно, везде, где дыры, я образно говорю, везде, где трещины в земной коре, оттуда идет излучение. Как правило, губительное. Губительное для людей. Большинство раков, больных раков, это то самое, только об этом наука знать не хочет. Самое страшное было именно в этой, вот этой вот невежице, которая, это самое, воцарилась во всей науке. Вот, люди, вот погибшее дерево, да. Их как-то я вам показывал в целом, или в фильме. Короче, это в интернете найти. Где деревья бузлом завязаны, бузлом, прям буквально это. Страшно смотреть. И представим себе, что его спилили, на этом месте кровать стоит и будущий дом. Будущий дом и кровать. Это страшно, как корежат людей, растения это все. Вот это я буду учить биолокации.